Продолжение следует... С нами согласились пообщаться прелестные девушки. Девушки, расскажите о себе, о ваших костюмах, откуда вы приехали. Мы все приехали из Владивостока. И это первый раз, когда мы приехали на такое мероприятие. Поражены. Владивосток это далеко, действительно. Как добирались? Долго? Долго. Мы набирали с самолетом 8 часов. 8 часов, ужас какой. Расскажите про ваши костюмы и кого вы, собственно, косплеите. Я косплею люкс. Этот скин называется Star Guardian. И люкс мой мейн, поэтому мне нравится ее косплеить. У меня персонаж Мисс Фортуна. Это аркадная Мисс Фортуна. Мне нравится больше всего этот персонаж в игре. Вот, поэтому я ее, в принципе, из косплеила. Я косплею поп-стар Ария. И так как это самый яркий и цветастый образ, поэтому я выбрала именно ее для косплея. У вас очень прекрасные костюмы. И вы сами очень милые. Расскажите, вы сами делали костюмы или заказывали их? Ну, я делала сама. Ну, не полностью. Где-то большую часть мне помогали делать мои родственники. То есть, ну, где-то у меня были когда вопросы, они мне помогали. И родители, и брат. Вот. Смотрела, ну, как пистолеты делать, я смотрела в интернете. Ну, так и сделали. Я больше по крафту, поэтому посох это чисто моя инициатива, которую я делаю сама, поэтому я знаю такие слова, как метопол, пвх, евофом и все такое. А вот шитье, это не моя стезя, поэтому мне помогают родители с этим. Костюм шила мне девочка, а все остальное, как парик, уши, шляпа, посты, это я делала все сама, потому что тоже в крафте я хотя бы что-то умею делать, хотя шить у меня очень плохо получается. Ну, в любом случае, вы проделали огромную работу, несмотря на то, что вам помогали. Очень здорово то, что вам помогали друзья и родственники. Как они вообще относятся к такому вашему увлечению? Ну, моим друзьям нравится, они всегда интересуются, что за мероприятие, а что вы там делаете, а что там вообще происходит, а зачем. Родителям тоже очень нравится, они тоже постоянно интересуются, когда, а давай мы тебе поможем, а ты уже начинаешь делать. Не забывай делать косплей. Ну, им нравится мое хобби. Изначально родители были категорически против косплея, и они считали, что это мешает учебе, пока ты учишься в школе. Но сейчас они больше волнуются за мой косплей, нежели я сама. Ну, мои родители тоже не очень рады тому, что я делаю косплей, трачу на них очень много времени, вместо того, чтобы заняться работой или учебой. Но мои друзья очень сильно поддерживают, следят за моими работами и предлагают мне какие-то образы, чтобы я делала, я реализовала. Ну, а они, а так все мои друзья, они в основном занимаются косплеем, и они очень рады, что я вместе с ними это делаю. Очень здорово. Ну, сегодня у нас с вами полуфиналы. Играют Нави, Вега, Торнадо и Аноксы. Еще неизвестно, кто победит, но наверняка вы уже сделали свои собственные прогнозы или болеете за какую-то определенную команду. Я, честно говоря, особо не слежу за этим. Ну, бывает иногда, посмотрю на Твиче какой-нибудь матч, там, сама люблю время от времени поиграть. И сейчас даже не знаю, за кого болеть. Ну, все такие хорошие игроки, в принципе, сами по себе. Я больше люблю корейские команды и любимый игрок, это игрок Меду Фейкер. За русскими командами я не так сильно слежу, и поэтому ставок особо я не делала, но я не думала, что Нави так быстро проиграет две первых катки, поэтому сейчас мы сидим и болеем за них, чтобы они реабилитировались. Ну, я с этими командами не так хорошо, конечно, знакома, но, судя по нынешним играм, мне все очень нравятся. И я сначала болела за Нави, а потом Вега себе показала в лучшую сторону, и теперь я думаю, надо досмотреть все до конца и потом уже решить, какая команда лучше. Ну, а сами вы часто играете в Лол? И играете ли вы вместе? И чего достигли? Какую лигу дивизион? Я играю на Евро, на Весте, и у меня четвертое серебро пока что, и я играю сама. Я сейчас довольно редко играю, потому что там работа, дела, но вечерком иногда бывает хочется, или там друзья по скайпу, а давай поиграем немножко. Ну, тридцатый левел, но била, на этом остановилась. Я начала играть в Лигу еще в 2008 году, а сейчас из-за работы в ближайший год, так скажем, очень-очень редко играю в Лигу. А так, мне периодически нравится посмотреть, как другие играют, как мои друзья играют, посвятить за новостями, посмотри, какие новые патчи выходят, какие новые персонажи. И, ну, если будет, конечно, свободное время побольше, то я, конечно, опять буду играть со всеми своими друзьями. Риуты устроили довольно глушительное шоу, но, несмотря на то, что они пригласили много косплееров, мне кажется, вам бы хотелось еще чего-то конкретно именно для вас. Например, какой-нибудь конкурс или показ, то, что можно увидеть на Камиконе или Игромире. Что вы про это скажете? Это не тот случай, когда бега действительно не в воздухе в России. Это подзывы мыть. Потому что задавали подобный вопрос, некоторые косплееры участвовали именно в самом открытии, и нас, получается, поделили так, что некоторые участвуют именно на сцене, а некоторые ходят и фотографируются с людьми. Это, в принципе, интересно, и всем нравится и то, и то. Я не придумала. Ну, для меня это очень хорошая новость, то, что я вообще приехала из Владивостока. И по мне не обязательно выступать на сцене, потому что мы в этих костюмах можем выступить в самом городе. И то, что наши костюмы, например, Мисс Фортун и Ари, мы уже в своем Владивостоке выступали еще год назад. И то, что спустя год Риоты выбрали наши костюмы, чтобы мы приехали сюда, мы уже очень рады этому. И поэтому то, что нет никаких конкурсов и так далее, это нас не особо-то и волнует. Ясно. Наверняка вы уже задумывались о том, какие бы вам еще хотелось сделать костюмы, например, на следующий финал, если удастся поехать. Какие у вас уже есть идеи на этот счет? Ну, в данный момент я шью классическую Катарину и собираюсь ее делать. И вообще планов очень много, а времени и возможностей мало из-за учебы и работы. Поэтому приходится как-то выбирать среди планов, которые хочется больше сделать прежде всего. Ну, есть уже кое-какие идеи, но вот именно точно я еще пока не решила, какого именно персонажа. Их слишком много, они все такие классные, у них много образов, все очень яркие. У кого-то крашена, ну, именно сама одежда, там, какое-нибудь платье, прям такое богато расшитое. У кого-то очень классные доспехи, тяжело решить, то есть пока еще в раздумьях. Ну, по поводу образов, новых персонажей, я думаю, что надо посмотреть все арты, старые и новые, и потом уже решить конкретно, что я хочу, потому что любимых персонажей слишком много, красивых артов слишком много, и хочется сделать всех, но времени и материалов не позволяет. Ясно, спасибо, девушки, за интервью, удачи вам, успехов вам в вашем хобби. Спасибо. 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 Спасибо.